Зависним все. По мнению разработчиков законопроекта, именно глобальная лицензия принудит избалованных сетевой халявы россиян платить за скачиваемые книжки, музыку и фильмы. Налог вроде бы планируется посильнее – 300 рублей в год с пользовательского взноса. Однако при этом возрастут цены на подключение к интернету. Эта новость взбудоражила забайкальцев. По их карману хотят нанести новый удар. Я абсолютно не понимаю, каким образом можно будет в сети интернет отслеживать тех людей, которые конкретно скачивают фильмы. Если даже сами разработчики говорят о том, что это требует миллиардных затрат, то в то ли время мы сейчас пытаемся этот законопроект внедрить в жизнь. И действительно, чтобы провести точный подсчет, надо знать, какие конкретные произведения и в каком количестве скачивали пользователи. Александр Мусенко отметил, что законопроект недостаточно обработан. Возникает ряд вопросов. Почему за контент должны платить все пользователи, вне зависимости от того, скачивают они фильмы и музыку или нет. И как примеру, отличить абонента взрослого от школьника, ведь в законе есть графа – льготы для пенсионеров, учеников и студентов. На все это провайдерам потребуется дополнительное оборудование, однако чужие расходы разработчики не считают. Зато авторы законопроекта уже подсчитали, что с новым налогом можно будет собирать с пользователя интернета 860 миллионов долларов. Какая часть этих денег дойдет именно до авторов – непонятно. Как он будет отслеживаться? Отслеживаться? Да в том-то и дело, что никак. Технически это невозможно. Считается, что каждый пользователь интернета потребляет пиратский контент, и поэтому все должны платить. Мы соберем 800 миллионов долларов и как-то правообладателям эти деньги раздадим. Как раздадим – это внимание и вопрос. Интересный факт. Введение налога на интернет лоббирует известный борец за авторские права режиссер Никита Михалков. Вот только в данном законопроекте у Никиты Сергеевича имеется личная выгода. Имея прямое отношение к таким организациям, как Российский союз правообладателей или Российское авторское общество, культурный деятель надеется на приличный кусок от потенциального дохода почти в 1 миллиард долларов. Очевидно, что лоббисты будут бороться за свой проект до конца. Екатерина Вершинина, Максим Лобачев, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ.